Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. То, что мы не смогли удержать оружием, мы можем защитить справедливостью. Если мы потеряем Арцах, мы перевернем последнюю страницу истории Армении Монтамилконян. Мы продолжим развивать и модернизировать Мачкалашен, глава общины. Азербайджан использовал спутник французского производства для наблюдения за Арцахом. Сцена депортации армян Эрзрума. В древнем городе ПРФ Западной Армении обнаружен тон-ратун 1500-летней древности. В Сюникской области строится семь альтернативных дорог. Сказочное место, где вырос мой отец. Известный композитор рассказал о своих связях с Арменией. 16 ноября 2021 года во время операции в Артынисе и Джермуке Западная Армения объявила всеобщую мобилизацию. И сегодня мы видим, что на линии фронта возобновилось напряжение, особенно в районе Гелгар-Куника. 22 ноября 2021 года – 101-я годовщина арбитражного решения президента Вудро Вильсона, которая официально определила границу между Западной Арменией и Турцией. Эта годовщина широко освещалась в армянских СМИ. Хотя всего несколько лет назад, задолго до Второй Арцахской войны, этот вопрос не вызывал такого шума в Ереване. Статья полностью доступна на нашем сайте. Монте Милканям приехал в Армению, когда уже началась освободительная борьба Арцаха. После освобождения из тюрьмы в 1991 году Монте приехал в Ереван, где в течение семи месяцев работал в Академии наук, чтобы написать и издать книгу о Армении и ее соседе. Здесь он взял себе псевдонимово и в сентябре 1991 года уехал в Арцах. После нескольких тяжелых боев в январе 1992 года Монте был назначен командующим силами в самообороне в районе Мартуны. Мартуны стал самым защищенным и наиболее эффективным районом. В марте 1993 года под его руководством были освобождены Карвачар и горный перевал Омар. «Если мы потеряем Арцах, мы перевернем последнюю страницу армянской истории». Слова Монте прозвучали как тревожный сигнал для фронтовиков и для всего армянского народа. Он сыграл незаменимую роль в организации сначала сил самообороны, а затем создания регулярной армии. В общине Мачкалашен района Мартуны проживает 415 человек. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс заявил глава общины Мачкалашен Лерник Аванесян. После войны в селе поселились пять семей по семь человек. Эти семьи получили продукты питания и предметы гигиены в течение нескольких месяцев. В нашем селе мы можем разместить еще 15 семей. Здание школы отремонтировано в 2016 году. Здесь обучаются 57 учеников. В детском саду 24 ребенка. В селе есть медпункт. Некоторые сельские дороги заасфальтированы. Поселок газофицирован. Подведено электричество. Круглосуточное водоснабжение. Жители села в основном занимаются сельским хозяйством, животноводством, выращиванием овощей, сказал глава общины. Во время азербайджанской агрессии количественно-качественная разница между азербайджанским оружием и армянским была несравнима. Азербайджан применял новейшую технику, ракеты и истребители. Победы Азербайджана в войне были представлены в основном по результатам видеозаписи. Только по окончании агрессии армия обороны Арцаха начала использовать беспилотные летательные аппараты. В то время как азербайджанские силы с первых дней использовали беспилотные летательные аппараты, которые активно ввели разведывательные операции и использовались для нанесения ударов. Однако не только беспилотники использовались для наблюдения за Арцахом, статья полностью доступна на нашем сайте. Представляем вашему вниманию фотографию из книги «100 фоторепортажей о геноциде армян». На фото показана депортация армян из Карин в Западной Армении, недалеко от села Сушахир. Фото австрийского биолога Виктора Пихмана. По приказу правительства Германии с 1914 года и до конца Первой мировой войны Пихман организовывал турецкие артиллерийские подразделения в горах и одновременно составлял планы военных операций на Ближнем Востоке для германского генерального штаба. Путешествуя по территории Западной Армении, ему удалось сфотографировать депортацию армян. На фотографиях, сделанных Пихманом в депортационных караванах, нет мужчин, только женщины и дети. Большинство армянских мужчин уже убито. Депортация армянского населения Карина началась в июле 1915 года. Во время продолжающихся раскопок в руинах древнего города ПРФ Западной Армении была обнаружена 1500-летняя пекарня. Раскопки, которые начались в 2001 году и продолжались периодически в этом году, обнаружили исторический фонтан, большие каменные блоки, каналы и различные архитектурные сооружения. Во время недавних раскопок были обнаружены винодельно, мавзолей и 1500-летнее здание, где существующие надписи свидетельствуют о том, что это здание является пекарней. В Сюникской области строится семь альтернативных дорог. В частности, дороги строятся в общинах Шурнух, Воротам, Барцраван, Гагануш и Чакатен. По словам министра территориального управления инфраструктурой Республики Армения Ганелла Саносяна, дорога Татев-Агвана полностью готова. Основная часть Татев-Агвана не уступает тому же М2. В некоторых местах она даже шире. Основная трудность в некоторых частях Татевского ущелья. Дорога Татев-Лыцен строится, чтобы обойти именно этот участок. Работа на других дорогах ведется достаточно активно, сказал Саносян. Композитор Алексей Шур, член Мальтийской филармонической академии, рассказал о своих связях с Арменией. В интервью newsmus.com Шур рассказал, откуда берется эта прочная связь с Арменией. Он сказал, что впервые приехал в Армению с родителями. Визит был очень трогательным и запомнился ему на всю жизнь. При этом музыкант отметил, что никогда не пытался писать музыку для какого-либо этнического стиля. Только композиции для дудука. Я никогда не пытаюсь писать в каком-либо этническом стиле. Может, кроме вердианы. У меня нет работ, которые звучали бы чисто по-европейски. Тут и там есть какие-то европейские мотивы. Но у меня нет законченной композиции, которую вы услышите и скажете, что это европейская музыка. У меня было много эмоций, связанных с Арменией. Но я часто возвращался оттуда полный вдохновения, сказал композитор. Далее для вас мелодия песни Саят Навы. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok